Подготовку к уборочной кампании и реализацию инвест-проектов обсудили в Акимате с Североказахстанской области. Айдарбек Сапаров сделал ряд замечаний и объявил выговоры нескольким Акимам районов за слабую проводимую работу. Подробнее об этом в следующем сюжете. В Североказахстанской области уже началась уборочная кампания. Обмолочена 900 гектара зимых культур. На молот составила 1,2 тысячи тонн при урожайности 14 сантиметров. Всего посевная площадь региона в этом году составила 4,5 миллиона гектаров. Порядка трех из них выделили под зерновые культуры. 960 тысяч под масличные. Для повышения плодородия почв в текущем году планируется внести порядка 200 тысяч тонн. На сегодня аграриями региона внесено 171,5 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 2,3 миллиона гектар. Данная работа аграриями продолжается. Проведена работа по сортообновлению по области высеяно 44,2 тысяч тонн элитных семян, что составляет 10,1%. Наивысшие показатели сортообновления наблюдаются в Алихановском районе 10,7%, в Калжижарском районе 10,5% и Темирязевском 10%. Но не все районы смогли достичь необходимых показателей, и это может отразиться на получении урожая. Скажется на результате и климатические условия, и работа по борьбе с сорняками, болезнями и насекомыми. Акимы области доложили, как сейчас обстоит данная ситуация. По сорочам у нас итальянский брус в Алихановском районе. На сегодняшний день 1027 гектаров хозяйства обработали. На 2000 гектарах есть сороча. Сегодня идет яйцекладка, поэтому на следующий год мы под обработку ставим 2000 гектаров под плечу. Потому что если в прошлом году было трех районов, только в этом году в 11 районах, на сегодняшний день клещ обнаружен. Мы провели 21 тысяча гектаров обследования, но больше 10 тысяч гектаров сегодня клещ есть. Это вот мы на этих проведенных обследованиях только я говорю. А вообще возможно будет больше. Ситуацию нужно взять на особый контроль, ведь наличие ряда сорняков и болезней чревато запретом на вывоз продукции. Доложили о Кимобласти и как идет заготовка кормов. На данном этапе заготовлено сено 82,5%, сеножа 88,8%. По области количество дворов имеющихся скот 64,084. На сегодня обеспечены кормами 29,8 тысяч двора или 46,6%. На сегодня в засушенных районах области есть проблемы с заготовкой сена. В этой связи с сельхозформированием необходимо принять меры по сохранению соломы для ножек животного отства. Также стало известно, что по вопросу заготовки кормов за помощью КСКО обратилась Павлодарская область. Обсудив текущую ситуацию в аграрном секторе и подготовку к уборочной кампании, Акимобласти дал ряд поручений. Поручаю управление сельскохозяйства и земельных отношений совместно с Акимами района, а также агроформирование области, до 10 августа обеспечить стопроцентную готовность техники к проведению уборочных работ. Организовать бесперебойную поставку ГСМ, запасных частей, круглосуточную работу в сервисных магазинах и операторах ГСМ, а также круглосуточную приемку зерна по всем элеваторам. Обсудили в ходе заседания реализацию инвестиционных проектов в области. Согласно рейтингу инвестактивности за 2022 год, СКО является лидером и занимает второе место после Алматы. Тем не менее, Аким регион отметил недостаточный контроль за реализацией проектов, слабо проводимую работу в этой сфере, что подтверждает статистика. В начале года совместно с каждым районом сформирован был пул инвестиционных проектов. Так, управлением на постоянной основе проводится мониторинг. По итогам полугодия выявлено, что из 44 проектов на 2023 год планируется запуск только 20 проектов, на сумму порядка 76 миллиардов тенге, созданием 173 рабочих мест. 16 проектов не реализуются, 8 проектов переносятся на следующий год. Адербек Сапаров расказиковал проводимую работу. Акимом районов, где на этот год запланировано всего по одному проекту, он сделал замечание. А главам Акжарского и Улихановского районов за то, что у них не намечается реализация даже одного инвестпроекта оборабатывающей промышленности, объявил выговор. Всем Акимам районам даю поручение, чтобы как минимум по 3-4 проекта. Марат Юрьевич, что же подключите, вместе с Александром Жаварчичем доведите задание. Вот этот план 496 миллиардов тенге, доведенный Министерством нации экономики, мы должны выполнить. Аким Иску отметил, что при лечении инвестиций является одним из ключевых драйверов роста экономики. Всего за 7 месяцев текущего года в область поступило порядка 186 миллиардов тенге иностранных средств. Больше всего финансов традиционно поступает в сферу сельского хозяйства и промышленности. Продолжение следует...